Наверняка у приверженцев крепкого словца есть свои аргументы в пользу употребления ненормативной лексики. А вот что по этому поводу думают специалисты? Возможные причины того, что иркутяне часто матерятся, мы решили выяснить у экспертов, филолога и историка. Им слово. Сама наблюдаю давно, уже последние 20-30 лет, что растет количество употреблений нецензурных слов. Объективно мы фиксируем, что количество людей, которые бронятся, и количество слов, которыми ругаются, их стало больше. Но можно и субъективную сторону выделить. То есть человек сам в состоянии с собой совладать или нет. И здесь, конечно, речь идет о воспитании, о работе со своим внутренним миром. И тогда получается, что все равно матерятся-то не все. Кто себе позволяет, а кто-то по-прежнему нет. Жизнь окружает нас какая-то одна, а реакция на нее разная. Если с нами что-то происходит в современности, то это каким-то образом сделано историей. Я думаю, что то совершенно объективное обстоятельство, что здесь десятилетиями, столетиями людям приходилось заниматься очень тяжелым физическим трудом. И причем в совершенно неблагоприятных для этого природно-климатических условиях. Матеряться очень часто от обиды, от повышенных претензий к окружающей действительности. Мне кажется, что такая черта характера иркутян, как некая обида и боль за то, что мы, в общем-то, заслуживаем гораздо лучшей жизни. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!